друзьяки всем привет пока я иду из магазина думаю поболтаю с вами там вчера мне написала девушка вроде бы как по описанию она из луганска просила контакты волонтеров и конечно дал она сейчас находится в россии думает говорит может заехать мне луганск и зачем ничего не надо делать у вас украинский паспорт был российский не нужен а вот значит лучше чтобы вообще не было ну как бы все понимают что на оккупированных территориях скажем так заставляют получать это все понятно но мы просто заезжали через беларусь в польшу ну из беларуси в польшу и парень там тоже был по моему из два парня был один из донецка один из мариуполя не получали ну тут только из мариуполя он получал в ростове ну ему надо было заставили вот и он при нас его порвал и выкинул прямо на польской границе но я не помню куда он ехал или в испанию ехал или в финляндию не помню куда так знакомым вот так что если есть у вас российский паспорт ну ладно пусть будет потом выкиньте вот но лучше по украинскому я не знаю как вас повезут последнее время они возят через прибалтику это даже лучше беларусь такая страна такое короче про путинская ну не житель я имею ввиду а таракан этот лукашенко так что там могут силовики скажем так вопросы задавать но мы проехали вроде там нормально было спокойно это когда было 8 месяцев тому назад все меняется вот это еще если кто-то на оккупировать на оккупированной территории получает от украины пенсии там легита выплаты и ему нужны рубли обращайтесь в телегу можете ну ко мне в личку можете написать мне в мессенджер в фейсбуке я вам поменяю с карты на карту ну гривны поменяю на рубли чтобы вы могли что у вас были рубли вы могли скажем так по россии проехать если вас будут вывозить волонтеры вчера я менял по 2.30 позавчера по 2.35 было по 2.40 но курс скажем такой плавающий плюс-минус да так что уточняйте но в любом случае я сделаю лучший курс из карты на карту и вам безопаснее будет потому что ну я знаю на оккупированных территориях мало того что курс ниже и вы идете ну и небезопасно да с такими суммами светиться и ну как бы вот и тем более ну как как вы как вы снимете допустим с привата с гривны а потом пойдете к меня лам ну никак это только на перекидывать с карты на карту это можете сидеть дома не написали сумма такая это перекинули мне там на приват или там на пунктом все равно у меня там все карты есть а банк моно там все и я вам 5-10 минут перевожу на любую роз карту по номеру телефона либо по номеру карты без проблем а вот если кому надо либо там ну кого-то может родители остались на оккупированные знаете им приходит пенсия карточку они там получают по моему какой-то спб банк синяя карта такая или связь промбанк помощью-то как-то так вот я на нее могу перекинуть как вариант либо по номеру телефона либо там у них привязка по система быстрых платежей называется sbp ну вот так что обращайтесь можете в телегу мне написать можете в мессенджер facebook как бы не проблема всего вам помогу в этом плане это не вопрос так что еще хотел вам поговорить а неделю назад у меня жена ездила ну за город за сар хомбург полза хомбург нашла там девочку давайте пока остановлюсь то из магазина еду молока до воды взял ездила постригаться девочка из мариуполя она сюда приехала с мужем с ребенком они с того года и буквально через месяц как они приехали их поселили сначала там куда-то к семье в дом вот потом через месяц они пошли работать она парикмахер но я так понял парикмахер мастер потому что у нее запись было по моему три месяца жена ждала ее да ну там покраски всякие подстрижки все это дело вот они уже тут считаете больше года до через год они купили машину причем новую ребята из салона вот ребенок у них ходит школу учит немецкий и французский у меня жена знает французский она не говорит да давайте буду платить его по 25 евро в час ты будешь учить но жена отказалась горит да ну его нафиг еще кто-нибудь меня запалит в джоб-центре и потом лишимся выплат как бы тоже такое знаете доброжелатели появятся как всегда ну вот ну и муж у нее работает где-то на доставке но я не знаю где там dhl или дхл да как правильно либо amazon не знаю ну вот она я не знаю она может предпринимательство открыла потому что она у какой-то девушки там снимает место в парикмахерской за кресло и платит там аренду ну и очень в общем бабки есть у них бабки есть но им тут не нравится они из мариуполя только перед войной купили квартиру там вторую и как раз напротив вроде этого как его торгового центра который там со стороны запорожья это как он называется забыл блин забыл большой самый крупный был у нас там мариуполь торговый центр даже из донецка приезжали у нас погулять там ну и слева берега тоже в общем вот так вот я к чему к тому что вроде бы видите и работа есть у людей и все хорошо и вроде как из с прибылью но но им тут не нравится ждут освобождение хотя деньги и зарабатывать все нормально все хватает и на репетиторов хватает потому что мальчик там учит два языка представляете как ему тяжело вообще капец бедный ребенок в школе сказали нет вот принципиально немецкий немецким плюс еще французский хотели написать там заявление чтобы ну там может как-то без французского директор сказал нет нифига либо 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 учите 2 либо досвидос вот так вот так что друзьяки кому надо поменять еще раз напомню гривны на рубли у кого там на оккупированных территориях родителей либо там что-то обращайтесь никуда не выходить не будут с карты на карту перекинули мне явно любую розкарту рублей за виду все это быстро 5-10 минут если в сети не на учебе то это все быстро все всем удачных выходных как говорят у нас германии шон вахненде всем удачки пока пока